Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Мышика. В этом видео я представляю вам мой топ 3 горячих блюда на Новый год 2020. Все три блюда абсолютно разные, очень вкусные, праздничные. Я думаю, они вас порадуют. Список ингредиентов, как всегда, вы найдете в описании под видео. Также под видео я поставлю ссылки на другие мои горячие блюда на канале, которые, возможно, вы не видели или пропустили. Первое место в моем топе занимает курица по-французски с картофелем. Это блюдо очень простое, но тем не менее, красивое, праздничное и очень вкусное. Оно пригодится тем, кто не любит долго стоять у плиты перед Новым годом. Давайте покажу, как готовить. Лук нарежу полукольцами. Очищенный картофель нарежу кружками. Если картофель у вас крупный, нарежьте полукружками. Помидоры черри разрежу пополам. Если помидоры у вас крупные, нарежьте на несколько частей. Это блюдо можно приготовить как с куриной грудкой, так и куриными бедрами. Мне больше всего нравятся куриные бедра, потому что мясо более сочное. Каждое куриное бедро я разрезала на 4 части. Естественно, кожу и кости нужно удалить. Нарезанное мясо переложу в миску. Соль и черный перец добавляю по вкусу. Все перемешиваю. Затем добавляю нарезанный лук, а также майонез и сметану. Немного молотой сладкой паприки и молотого сухого чеснока. Или можно заменить свежим. Все перемешиваю. И осталось совсем чуть-чуть собрать все вместе. Я буду делать это в чугунной сковороде. Наливаю немного растительного масла. Первым слоем у меня идет картофель. Посолю, поперчу. Затем куриное мясо разровняю. И по кругу выкладываю картофель. Середину заполняю помидорками черри. Слой помидоров я не солю. Посолю только картофель. Если вы хотите, конечно, можно еще присыпать сверху какими-то дополнительными специями. Но мне кажется, в этом блюде они будут лишние. И все сверху засыпаю сыром. Сыр можно использовать любой, по вашему выбору, который хорошо плавится. Духовка у меня уже нагрета до 200 градусов Цельсия. Буду готовить это блюдо 40 минут при температуре 200 градусов Цельсия. Затем закрою фольгой. И еще 20 минут под фольгой при этой же температуре. Мое блюдо готово. И давайте посмотрим, друзья, как оно выглядит. Очень ароматное, очень сочное, очень вкусное. По желанию сверху можно посыпать любой зеленью. В моем случае это мелко нарезанный зеленый лук. Блюдо получается очень сочным, красивым, красочным и по-настоящему праздничным. И самое главное, если вы не любите долго стоять у плиты, это блюдо, как никакое другое, вас здорово выручит и порадует вас и внешним видом, и вкусовыми своими качествами. Готовьте, не пожалеете. Второе место в моем топе занимает мой авторский рецепт «Мясное гнездо». Это очень вкусное, праздничное и презентабельное блюдо. Я думаю, ни одного из гостей оно не оставит равнодушным. Ну, очень вкусно. Лук и чеснок необходимо измельчить с помощью блендера до кашеобразного состояния. Если у вас нет блендера, можно натереть на крупной терке, но не советую резать ножом. Эту смесь добавляю к говяжьему фаршу. Вместо говяжьего фарша можно взять любой другой, какой есть у вас в наличии. Добавляю одно яйцо, немного тертого пармезана, томатную пасту, а также хлебные крошки, немного сливок любой жирности, копченая паприка с розмарином или любые другие специи, соль и черный перец по вкусу. В этом рецепте вместо пармезана можно взять любой другой твердый сыр, вместо хлебных крошек можно взять кусочек белого хлеба без корочки, вместо сливок можно взять обычное молоко и вместо копченой паприки обычную паприку или любые другие специи. Фарш очень хорошо в течение нескольких минут вымешиваем, это очень важно. Противень я застелила двумя слоями фольги, смазала растительным маслом и теперь, макая стакан в холодную воду, формирую гнездо. Также, чтобы было легче, руки тоже нужно смачивать в холодной воде. Мясное гнездо отправлю в духовку, нагретую до 200 градусов Цельсия на 20 минут. Пока готовится гнездо, картофель я нарежу спиральками. Если у вас нет такого приспособления, картофель также можно натереть на терке для корейской моркови, либо нарезать его очень тонкой соломкой с помощью ножа. Сразу же, как только вы нарезали, картофель необходимо отправить в холодную воду, хорошо промыть, а затем обсушить бумажным полотенцем. Картофель посолю и поперчу по вкусу, а также сбрызгиваю растительным маслом для того, чтобы картофель был хрустящим и золотистым. Все перемешиваю. Прошло 20 минут, мясное гнездо я вытащила из духовки и наполняю густым томатным соусом для пиццы. Для этого блюда подойдет любой томатный соус, главное, чтобы он был густым. В бакончине кусочки свежей моцареллы кладу в томатный соус. Если у вас нет свежей моцареллы, можно взять обычный любой твердый сыр, нарезав его на небольшие кусочки. Единственное, что сыр будет больше плавиться, чем свежая моцарелла и не будет держать так форму, но на вкусе будет все равно очень даже хорошо. И последний штрих. Нарезанный картофель укладываю на стенки мясного гнезда. Делаю это аккуратно и тщательно, потому что от этого зависит, каким будет блюдо после готовки. Отправляем мясное гнездо в духовку. Выпекаться при температуре 200 градусов Цельсия еще на 45 минут до готовности. Картофель должен хорошо подзолотиться. Вот посмотрите, друзья, как выглядит мясное гнездо после готовки. Картофель хорошо подзолотился и осталось еще несколько штрихов украсить мясное гнездо. Я буду подавать его в этой же форме, в которой оно готовилось. Я украшаю его зеленью петрушки и зеленью укропа. Но, конечно, вы можете сделать это по своему усмотрению и использовать что-то другое и украсить так, как нравится вам. Лучше всего, конечно, подавать это блюдо в горячем виде. Это все-таки горячее блюдо. Но скажу вам одно, что в холодном виде оно тоже очень вкусное. Это гнездо прекрасно нарезается, поэтому его удобно подавать. Я не разрезаю, потому что это блюдо для моих гостей. Но поверьте, что оно очень вкусное. Обязательно приготовьте, попробуйте на этот Новый год. Я думаю, вашим гостям оно тоже понравится, как и моим. И третье место в моем топе занимает блюдо американской кухни говядина ломбарди. Это очень вкусное и сочное блюдо, которое особенно порадует любителей пасты. Честно вам скажу, я небольшой любитель макаронных изделий, но это блюдо полный восторг. И что мне очень нравится, в отличие от других блюд из пасты, это блюдо остается сочным и на следующий день. Попробуйте, это очень вкусно. Духовку необходимо нагреть до температуры 180 градусов Цельсия. Мне понадобится керамическая форма или можно взять стеклянную или металлическую, какая у вас есть. Размер моей формы 25 на 35 сантиметров. Форму обязательно нужно сбрызнуть растительным маслом или смазать растительным маслом с помощью кисточки. На сковороде нагреваю 1 столовую ложку растительного масла, добавляю 1 мелко нарезанную луковицу, говяжий фарш, также добавляю 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку молотого черного перца. С помощью деревянной лопатки фарш необходимо разбить на маленькие кусочки и обжарить фарш на сковороде примерно 8 минут. За это время он должен поменять цвет на светло-коричневый. Далее к фаршу добавляю мелко нарезанный чеснок, а также томатную пасту. Все перемешаю и буду тушить еще 30 секунд. К фаршу добавляю измельченные консервированные помидоры вместе с перцем чили. И все буду тушить примерно 5-10 минут, чтобы 2 трети жидкости, которая находится в сковороде, испарилась. В отдельной кастрюле у меня уже закипела вода, немного ее посолю. Добавлю яичную лапшу, доведу до кипения и буду варить лапшу ровно 3 минуты, не больше. Далее лапшу необходимо сцедить, промывать холодной водой ее не нужно, но обязательно нужно сохранить 500 мл жидкости, в которой варилась лапша. Мы ее будем использовать чуть позже. В отдельной миске соединяю крем-чиз Филадельфия комнатной температуры, он должен быть мягкий, со сметаной. В сметану можно брать абсолютно любой жирности, у меня домашнего приготовления и 120 мл отвара от пасты, то есть водичка, в которой варилась паста. Все перемешиваю и также туда добавляю 1 столовую ложку кукурузного крахмала. Вместо кукурузного крахмала можно взять картофельный крахмал. Все перемешиваю до однородности, чтобы не было комочков. Далее сюда же добавляю мелко нарезанный лук-перо, немного посолю, также добавляю пасту, которую вы помните мы варили всего 3 минуты, это очень важно для этого рецепта, а также оставшийся отвар, в котором варилась паста. Все перемешиваю. Пасту с соусом выливаю в приготовленную форму, которую вы помните, я смазала растительным маслом и распределяю ровным слоем. Сверху на пасту кладу мясной соус. Кстати, вместо говяжьего фарша вы можете взять как свиной фарш, так и говяжий вместе со свиным, или даже куриный или индюшинный, в любом варианте будет вкусно. Мясной слой нужно тоже распределить ровным слоем. И сверху посыпаю натертым на крупной терке сыром. У меня смесь разных сыров, можно брать любой сыр по вашему выбору. Отправляю запеканку в духовку, нагретую до 180 градусов Цельсия на 25-30 минут до готовности. Говядина ломбардик готова. И осталось ее только попробовать. Блюдо очень вкусное, очень сочное. И как я уже говорила в начале этого ролика, оно остается сочным и на следующий день. И это, кстати, очень редко бывает именно с блюдами из пасты, потому что паста имеет свойство впитывать в себя всю жидкость, но только не в этом варианте. Попробуйте и вы будете в полном восторге, особенно если вы любите очень пасту. Я надеюсь, что моя подборка горячих блюд вам понравилась, ну а если это так, поддержите меня лайками, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще праздниками, желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения. До новых видео, всем пока!